Участники боевых действий просят приравнять их по льготам с ветеранами Великой Отечественной. В аппарате уполномоченного по правам человека Татарстана подготовили в правительство России необходимый пакет документов. Подробности у нашего корреспондента Инны Даниловой. Долгие годы подполковник в отставке Вадут Хакимов жил под грифом секретно. То, что в далеком 1962-м во время Карибского кризиса он служил на Кубе, было военной тайной. Я был ядерщиком. Сейчас уже не секрет. Я занимался подготовкой ядерных боеголовок к применению к ракетам. Туда мы вывели два корабля ядерных боеголовок. Два корабля. Это 158 штук. Применять на деле ядерное оружие не пришлось, но менее горячей от этого зона военного конфликта не стало. Вадут Хакимович вместе с однополчанами выдержал и 18 дней в трюбе корабля по пути на Кубу, и 50-градусную жару Острова Свободы. Они получили награды, но в один ряд с ветеранами Великой Отечественной по льготам, например, при получении жилья, так и не встали. Как и участники других подобных войн, в которых участвовали россияне в Авентаме, Бенгрии, Афганистане, Чечне. По ветеранам боевых действий, к сожалению, норматив остается 18 квадратных метров, и та сумма средств, которая выделяется порядка 470 тысяч рублей, но вы понимаете, что на эти средства просто невозможно решить проблему жилья. Поэтому было предложено включить эту категорию участников боевых действий в программу соципотеки. Выделяемые государством деньги станут первоначальным взносом. Предложили и другие способы решения проблемы. Разработать специальную программу для ветеранов боевых действий с таким предложением участники круглого стола намерены обратиться в правительство Российской Федерации, при этом увеличив норматив жилой площади, по которому начисляются федеральные субвенции до 36 квадратных метров, а размер денежных субсидий до 934 тысяч рублей, как у ветеранов Великой Отечественной войны. Инна Данилова, Илья Шорин, Вести, Татарстан.